Привет, мои дорогие друзья! Рада вас видеть, мои братья и сёстры, дорогие, этим вечером. Так, всё в порядке у нас со связью? А то как будто какая-то задержка была. Так, Бебегуль, привет! Алла, Юндаг, шалом! Буду рада увидеть ваши города, откуда мы все соединяемся с вами сегодня в этом эфире в Фейсбуке и духовном, эфире в духовном измерении. Санкт-Петербург с нами присоединился, слава Богу! Приветствую, Нина! Так, Казахстан, Россия, Украина уже с нами. Здорово! Добрый вечер, Неля! Слава Богу за всех вас! Черновцы, приветствуем, Черновцы! Волыни, шалом Божий, мир Божий! Краматорск, шалом Краматорску! Испания с нами, класс! Приветствуем, Тамара, Виктория, привет! Привет, кто пишет первый комментарий, я успею вас поприветствовать, слава Богу! Белгород! Здорово! Слава Тебе, Господь! Приветствуем Тебя здесь, на этом месте среди нас! И Одессу приветствуем! Города приветствуют Тебя, Господь! Страны наши приветствуют Тебя! А самое главное, что приветствуют Тебя наши души и наши сердца! Прага, Чехия, привет! Слава Богу, что вы присоединились к нам из Чехии! Я не часто встречала людей в эфирах, если не ошибаюсь! Во всяком случае, не было соприкосновений таких конкретных контактов, так что здорово! Азербайджан, Людочка, привет! Сейчас минуточку соберемся и начнем! Воронеж, класс! Галина, шалом! Спасибо Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Господь, за это время! Чудесное время, когда мы можем в Твоем пребывании соединиться друг с другом! И когда есть возможность послужить, и пусть Твоя сила сегодня будет высвобождена! Пусть Царство Твое будет умножено посредством этого эфира и этого общения, и этого слова, и этого послания! Пусть Царство Твое будет умножено! Господь, спасибо Тебе за Твое драгоценное присутствие среди нас, за Твою благодать, которая сейчас уже изливается на нас! Мы благодарим Тебя, наш возлюбленный, чудесный Иисус! Ты Тот, кто на самом деле для нас все, все, о чем только мы можем помыслить и о чем мы только могли бы мечтать и желать, Ты больше всего этого! И мы провозглашаем Тебя Господом и Господином здесь, на этом месте, в этой встрече! Я подчиняю себя Тебе и прошу Тебя, чтобы Твоя благодать была на мне! И чтобы Ты поспешистовала в этой встрече, совершать то, что Ты запланировала совершить и то, что Ты желаешь сделать посреди нас! Мы любим Тебя, обнимаем Тебя, Господь! Марта, спасибо! Слава Господу! Если Вы благословляетесь этим служением и тем, что Господь дает мне совершать, слава Богу! Я очень рада! Так, наверное, лучше здесь я буду комментарии смотреть, хотя... Так... Польша также с нами, да? Здорово! Светлана, приветствую! Хорошо! Ну, опишите, я кого увижу, еще успею прочитать, прочитаю! Но приветствую любовью Господа всех Вас, дорогие! Откуда бы Вы не подключились к этому прямому эфиру! Откуда бы Вы не присоединились, из какого бы города, из какой страны, из какой нации, из какого бы племени и народа Вы не присоединились! Пусть приветствую Вас, и пусть благодать и мир Господа умножатся в Ваших жизнях! Пусть Его радость наполняет Вас сегодня в том числе! Пусть радость Господа, радость Небес, куда Господь сегодня поднимает нас, изливается Ваши души, Ваши сердца! Пусть радость Господа наполнит Вас и наполняет уже в эту минуту, когда я говорю об этом! Слава Богу! Шалом! Возлюбленные, ну что ж, у нас была пару дней назад с Вами встреча, на которой я делилась посланием и частью, началом, первой частью послания и откровения о соприкосновении, соединении с вихрем, вихрем славы Иисуса Христа. И мы смотрели с Вами, что это за вихрь, на какой истине Божьей он созиждется. Вот Людмила пишет, поток Божьей благодати изливается. Слава Господу! Слава Господу! И за присутствие Его, и за помазание, которое течет. Слава Иисусу! И я делилась с Вами тем Рэма, которое Господь дал мне, откровения, которое Господь дал мне, привет Грузия, с любовью и радостью и мы к Вам также. И то слово, которое было в первой части, если Вы не смотрели эфир последней, прямую трансляцию, которая была пару дней назад, Вы можете найти её на моей странице в Facebook Марии Симоненко и также на моём YouTube-канале. Записи все остаются. Будет хорошо, если Вы посмотрите, если Вас не было там. Здорово, драгоценные! Я вижу, что Вы пишете, что присутствие Божье наполняет Вас. Слава Богу! Так и должно быть в Царстве Божьем. И Армения наполнит Божье присутствие и Армению, которое в сердце моём всегда. И иногда я включаю в дудук какие-то композиции красивые, звучание красивой мелодии, которые мне нравятся, с армянским дудуком. И пастор Ара Каджаян в Армении знает, как я реагирую всегда, когда звучит дудук. Это что-то невероятное вообще со мной творится. На меня сходит такое умиление от Господа, переживание Его любви к Армении и к народу Армении. В этих звуках я всегда как будто ощущаю, не как будто, а ощущаю вот эту любовь отца к Армении. Любовь отца к народу, который пережил тяжелейшее и страшнейшее потрясение, геноцид. И да, и я всегда плачу, когда слушаю дудук. Так что с любовью к вашей земле, к вашей нации, к вашему народу, к вашей стране. Верю, что ещё буду у вас, Господь усмотрит. Да, дорогие, перешли, перешли в новый сезон и совершили переход. Эстония также приветствую, здорово. Наталья, привет. Да. Так что мы начали, как бы предварили это послание в прошлой теме, я делилась с вами об этом. И сегодня продолжим. В прошлый раз Господь, я верю, сам инициировал тот прямой эфир. Потому что, как вы заметили, у меня в конце таки разрядился телефон. И таки он сел и оборвал эфир. Ну, в принципе, я как раз его уже и заканчивала. Так что всё в Божьем порядке. Вот. Слава Богу. Вы знаете, накануне сегодняшнего эфира, в моём пребывании с Господом, я ясно увидела открытые небеса, портал открытого неба. Знаете, это выглядит как окно в небесах, открытое. Как дверь. Только не дверь в плане, как мы привыкли воспринимать дверь, с ручечкой на завесах, которую мы на себя открываем. Конечно, нет. Но это был открытый портал неба. И я увидела, как в этот открытые небеса поднимается для нас лестница. И, конечно, эта лестница, дорогие, это наш Исшоа. Это Иисус эта лестница. Это Он путь. Это Он тот, кто посредством Своей крови и Своей драгоценной жертвы за нас, вместо нас и для нас проложил этот путь в небеса, преодолев всякую преграду. И этот путь в нем для нас открыт, потому что он и есть этот путь святых, о которых говорит пророк Исаия в 35 главе. Путь святых, по которому нам должно идти. И некоторое количество месяцев и даже лет я уже возвещаю этот призыв Господа перестроиться, переключиться, перейти на путь святых. И этот путь святых отличается сильно от всего того, о чем мы привыкли и в чем мы привыкли, как мы привыкли двигаться ранее. И в эти годы, когда происходит этот глобальный переход, то есть здесь мы говорим не в смене сезона, здесь мы говорим о глобальном переходе в совершенно другую эпоху. Вот переход, который происходит в эти годы. То есть все, что происходит сегодня в мире, вот эта тьма, которая сгущается в беззаконии, которая умножается, и тайна беззакония, которая умножилась сейчас, в это время, это началось не сегодня, конечно же. И Господь предупреждал нас, слава Ему за это, и поэтому Он и призывал, призывал соединиться с Ним, взыскать Его в эти годы, перестроиться на другой способ жизни и вообще с Ним. Встретиться с Ним, остановиться ради Него, познать Его волю, познать Его пути, как Моисей желал познать путь Господа. Не руку благодеющую только, но путь Господа. И это то, что нужно нам всем совершать было в эти годы. Амстердам, привет, я пролистываю, хочу еще увидеть, откуда у нас наши подключились братья и сестры. Так, я всех комментариев, к сожалению, мне кажется, не вижу, у меня перепрыгивает телефон и не дает листать. Ну, ладно, что-то увижу после эфира, что не прочитала сейчас. Вот, и одна из вещей важных таких, Болгария, привет, важных таких вех стратегических для этой эпохи, это наше восхождение в Дом Божий, наше восхождение в эпоху, наше перестраивание нашего мышления, образа жизни, образа нашей веры, перестраивание на эпоху Божьего Царства, переключение с обычных наших привычных путей на путь святых Исаии 35. И это и есть этот путь, эта лестница Иакова, это путь лестницы Иакова, по сути, речь здесь идет практически об одном. Лестница Иакова, она индивидуально открыта для каждого из нас в Иисусе Христе Господе нашем. И путь святых, по которому мы все корпоративно, глобально призваны восходить в это время, это путь, ведущий в Царство Господа, в явление Его Царства на земле, как и на небе, в явление Его, откровение Его, явление Его славы на земле, как и на небе, для того самого великого преображения и явления Его, как Слова Божьего, грядущего, как Господа Саваофа, как Царя, приходящего на Сеуму. Вот во что мы идем. И то, что происходит непосредственно в этом году в мире, все эти тяжелые вещи, и это непростое время для нас, оно будет особенно очень непростым для мира, для большинства людей. Оно и для нас будет непростым. Но у нас есть чудесная перспектива. И именно поэтому возвещает Дух Христов церквям о том, чтобы мы перешли на этот новый путь, на котором есть то необходимое снаряжение, то необходимое преображение для нас, то сокрытое таинство в явленном виде, о котором мы говорили в прошлый раз с вами. Еще раз говорю, вы к этому можете вернуться, когда закончится этот эфир. И вот эту лестницу в небеса, открытые небеса, Господь показал прямо перед нашим эфиром. И поэтому именем Господа, по Слову Господа, по откровению от Него, я провозглашаю сейчас над нашими жизнями открытые небеса. И высвобождаю, что это лестница, которая есть сам Господь, который есть путь. Мы входим в Иисуса, как в дверь, и в Нем мы поднимаемся на небеса. Не только нашим Духом, который уже восседает на небесах, если вы рождены свыше, но также нашим разумом, нашей душой и нашим телом. Потому что Господь преодолел всякую преграду, и вся преграда в физическом сокрушена в Нем. Поэтому, когда мы восходим в Нем, мы можем входить в самых сверхъестественных вещах, связанных с преодолением притяжения вот этих вот наших веса, веса земного, который прибивает нас к земле. Не гравитация, а наш собственный вес прибивает нас к земле, наша собственная тяжесть. Земля никого никуда не тянет. Тянет наш вес, наша тяжесть. И вот этот наш вес физический, образно говорю, и физический, и душевный, вот эти гири, которые порой удерживают нас на земле, это требует нашего трансформации, нашего мышления и нашей веры, чтобы мы научились ходить в небесном больше, чем в земном. И стали легче. Как говорится, знаете, вот эта поговорка, стали легче на подъем. Вот. Господь желает, дорогие, для нас всех, новость для вас сегодня, чтобы вы стали легче на подъем. Подъем куда, Мария? В небесные обители, которые уже приготовлены. И которые приготовлены для нас уже, сейчас. И небесные измерения, в которые приглашает нас Господь сегодня, именно в то время, в самое такое мрачное, грязное, страшное, ужасающее, давлеющее, угнетающее время на земле, именно в это время Отец поднимет в нас и поднимает уже такую свою веру, такую Божью веру в своих людях Он поднимет, чтобы через Его народ пришло и было явлено новое время. Время славы Божьей. Вот, что происходит на самом деле. То, что тьма сгущается, этому должно быть. Но это происходит только для того, чтобы беззаконник был уничтожен окончательно. Окончательно. Но мы с вами должны видеть дальше этого. Мы должны видеть, куда мы восходим. И очень много и часто об этом я говорю в своих эфирах, в своих посланиях. Надеюсь, что мы в этом синхронизовались уже. И надеюсь, что так. И путь святых, путь святых, по которому написано, и Исаия говорит от Господа, по этому пути не может пройти ничто нечистое. По этому пути не может пройти никакая атака, ничто демоническое, ничто нечистое. Это путь, на котором Израиль соединяется в целое. Где разбросанные части Израиля собираются в целое. Как-нибудь поговорим с вами об этом детальнее, о пути святых. Также это место, и это путь, и это единственный путь. Нет других стратегий, кроме того, чтобы его народ перешел на этот путь святых, Исаия 35. Именно в этом пути, именно в этом восхождении на Сион, есть то самое глобальное соединение тела Христова. Исаия 35 говорит именно об этом. О соединении разрозненных, разбросанных частей. И это и есть наш переход в новое творение, в его явленном, проявленном виде. И у меня знамения есть от Господа, кто смотрел сегодня мои сторис в Фейсбуке. В истории я показала вам, или в Инстаграме тоже, что у меня как раз после последнего эфира, у меня поселилась в доме. В тот день у меня, я еще окна даже не успевала открыть, это было утро. И я обнаружила в себе на кухне такую красивую бабочку. И вот она двое суток уже, я открывала окно, протягивала руку, приглашала ее после той молитвы, которую я уже совершила, когда знамение от Господа и послание получила. Открывала окно, как бы высвобождала ее на свободу, на улице тепло. Но она не захотела никуда улетать, она осталась у меня здесь. И пока что служит на радость мне и служит Господу. Может, она согласится нам еще послужить. Что, красавица моя, давай послужишь еще Господу? Может быть, она согласится сейчас еще нам послужить. Иди ко мне. Вот это явление Господне. Явление Божие. Послание очей Божьих. Кто-то меня спрашивал, как эта бабочка называется. Я очень хорошо знаю этих бабочек с детства. Это бабочка Павлиник глаз. И она, как видите, совершенно привлекаема, видимо, Божьим помазанием и атмосферой в этом доме. Она не боится меня. Сначала она активно летала, и мне казалось, что вырывалась в окно. Но потом я поняла, что она никуда не хочет лететь. В общем, я ее оставила. И мы с ней дружим. И она прекрасно, по-моему, себя чувствует со мной. Вот это Божья Вестница. Как видите, Божьих очей. И это прекрасная иллюстрация от Господа, данная нам. В контексте того послания, которое было в последнем эфире. Тайна святых, сокрытая от веков, от родов. Но ныне нам, святым Его, открытая. И тайна эта есть, Христос в нас, упование, славы. И вот эта наглядная для вас иллюстрация, дорогие, для всех нас. И послание. Открытие творения. Открытие Сына в нас. О, Иисус, помазание сейчас так начинает течь на это слово. Открытие Христа в нас. Наше с вами преображение. Преображение в образ Господа. И это послание Божьих очей, это Дух Откровения. Кто был в прошлый раз, вы помните о вихре Духа Откровения, который был явлен для меня. И повел меня в это послание, в это слово. Колоссянам. Первая, вторая, начало третьей главы. Где Господь дает нам слово свое о богатстве наследия нашего в Господе нашем, Иисусе Христе. В котором мы целостно, как личности, имеем в себе, благодаря Ему, полноту Божию, которая должна раскрыться. И вот вам эта метаморфоза, это перерождение, которое происходит в нас, и которое Господь совершает в своем теле. Эти очи, да, эта бабочка, павлиний глаз, эти очи, это, во-первых, Дух Откровения и Дух Премудрости, о котором мы и говорили в прошлый раз. Это был этот вихрь, Дух Откровения, Духа Премудрости, и вот знамение. И я так и поняла, что она никуда не улетит до того, как послание будет высвобождено полностью. Так что она еще должна послужить Господу, чем и занимается прямо сейчас. Вообще-то я так специально никого здесь не завожу из творинок Божьих. Но они как-то вот сами появляются у меня постоянно. Знаете, ведь бабочка — это такое уникальное создание, когда гусеница подходит к тому этапу своей жизни, такому моменту, ну, раскрой крылышки, порадуй дочерей и сыновей Божьих. Подходит к тому моменту, когда она должна подготовиться, чтобы перейти в виной состояние, виной субстанцию и войти в кокон. Происходят такие процессы в гусенице, когда она уже в коконе образовываются, что нельзя назвать просто трансформацией. Это не просто трансформация. Это рождение нового существа. С научной точки зрения в коконе бабочка полностью, гусеница полностью исчезает. От неё ничего не остаётся, кроме тех самых вот клеток, в которых заложена генетическая природа бабочки. То есть то, кем она должна стать. Вот эта программа, записанная для бабочки, вот только эти субстанции остаются вот в этом бульоне, который образовывается в коконе, а самой гусеницы там уже нет. Если вы изучите это, вы это увидите. То есть мы не можем сказать, что бабочка, что гусеница преобразилась, у неё выросли крылья. Это нет, это не так. Гусеницы больше нет. Она полностью умирает. И рождается в этой субстанции, в этом бульоне новое творение, бабочка, как новое существо. И это о нас. И это о нас. Это мы рождаемся в Господе. Умираем с Ним и воскресаем в Нём. Господь, спасибо Тебе за это чудесное, радостное знамение. Разве это не чудесно, дорогие? Правда, мне щекотно немного. Творение Господне прославляет Господа. Видно вам её? Лучшее украшение, да, наверное? Ну пусть она послужит Господу. Так и быть. Сфотографируйте кто-нибудь скриншот для меня сейчас. С бабочкой на ухе. Да. Творение славит Господа, любит Господа. Все птички, которые прилетают ко мне во двор, они славят Господу. И они служат Господу. Всё творение служит Господу. Да, дорогие, слава Богу, это о нас. Это мы. Раскрываемся. И рождаемся. Славя Божией. Вот она танцует и славит Господа уже своим полётом. Здорово, да, дорогие? Здорово. Всё творение ожидает и томится откровение сыновей Божьих в нас. Потому что порабощено не по своей воле, не добровольно. И стихии мира, и природа, и земля, и всё творение ожидает этого великого, чудесного избавления. Явление Царства Божьего, которое мы с вами, драгоценные, призваны принести. И это послание, и это знамение для нас и есть вот этим образом нашего восхождения в реальность небес, нашего соединения со славой Господа, которое тотально открывает нас, как новое творение. И этот путь нашего восхождения происходит параллельно с путём нашего преображения, открытия, явления, отображения Господа в нас, дабы явить Его миру. Вот такое чудесное знамение от Господа для нас, для сегодняшнего эфира, и такое вот пророческое действие. Слава Богу! Да. Вихрь, соединяющий нас с Божьей славой. Вихрь, о котором Дух Святой стал говорить в последнее время мне особенно. Если вы помните, когда пророку Илье пришло время восходить к отцу, он был захвачен и забран непосредством перехода через смерть. Он был забран из жизни в жизнь превосходную. Он был взят огненной колесницей. Пророк Илья пережил тотальное преображение, трансфигурацию в явленной небесной славе. Небесной славе, проявленной в физическом измерении. Его видел Елисей. Это было видимо, это было переживаемо, это было созаемо в физическом материальном измерении. Илья написано в четвертой книге царств. Какая глава у нас, сейчас я скажу. Во второй главе, в одиннадцатом стихе, что он был взят на небо в вихре, дорогие, в вихре. Вот он в вихрь, соединяющий небо и землю. В вихрь, захвативший Илью в колеснице и перенесший его из земного измерения непосредственно в небесное. Богу не нужна смерть для того, чтобы сделать это. Енох, кстати, тоже был перемещен так. Таким образом. Имеющий уши дослышит, что Господь, я верю, говорит нам сегодня. Я желаю познать такую славу. Я ревную о том, чтобы ходить в этом. Потому что это наше. Потому что это наше наследие. И то, что было, как говорит Слово, закрыто от веков и родов, ныне святым его нам является и будет явлено. И именно вихрь забрал Илью в небесную обитель. И Господь сегодня, посредством своего Духа Откровения, дарует нам соприкосновение и возможность и приглашение соединиться с этим вихрем. И это всё о нём, с которым нам должно соединиться. Потому что ничто не существует, не соединившись с ним. Когда же мы воссоединяемся с ним более и более и более. Всё больше жизнь его. И это сверхъестественная природа. Природа нового творения. Его природа. Открывается в нас. Преодолевая все физические законы. И ту самую тяжесть, которая прибивает нас к земле. Наши души, наш разум, нашу веру, наши тела, нашу жизнь. Послание Голубки звучит сегодня. Войди в его покой и будь готова быть принятой в новую реальность, в его небесную реальность. Нам необходимо это совершить в это время, когда мир покрывается густыми тёмными тучами. Господь показал мне это ещё в семнадцатом, если не ошибаюсь, или шестнадцатом году. В семнадцатом, наверное. И с тех пор тут тоже он давал возвещать это, что мы входим в то время, когда земля будет покрыта. Есть связь, да? Что-то подвисло. Что мы входим в то время, когда сгустятся тёмные тучи над землёй. Так было это мне показано, Господи. И они были мне показаны такими густыми, такими тёмными, как густое-густое тёмное одеяло покрыло землю. И ну, устрашающе это выглядит. Но произошло изумительное. И Господь показал, что прямо посреди всего этого и сквозь всё это, с небес на землю, сквозь эти тёмные тучи, открывается небо. И портал Божьей славы открывается для Его тела. И в этом портале, который принёс излияние на землю, я увидела тысячи молний или миллионы молний, соединёнными с потоками Его воды. Лились Его потоки, и они были перемешаны с Его молниями, понимаете, как хотите. Это были дожди, и это были молнии одновременно. это излияние Его Духа, излияние Его силы. Прямо посреди всего этого. И я верю, что именно это должно быть нашим фокусом, чтобы познать, вкусить Его силу, силы грядущего века, Его реальность, Его славу. Прямо во всём этом, о чём возвещают нами пророки Сария. Тьма покроет землю и мрак народа, но над тобою Израиль. Ты, Иерусалим, восстань, над тобою взошла слава Господня, и к тебе пришёл свет. Чей свет пришёл? Божий свет, великий Божий свет, о котором также говорит, я хочу, чтобы мы с вами посмотрели сегодня девятую главу книги пророка Исаии. Исаия также говорит об этом свете. Да, дорогие, именно Слово Бога нас может истинно вдохновлять. И это не пустое вдохновение, а обоснованное вдохновение. И оно не только вдохновляет, оно нас укрепляет, оно нас утверждает. И именно Слово Бога, живое Слово Бога, мы призваны твёрдо держать в это время, в которое мы вошли. Непростое время. Господь говорит, держи, что имеешь, и сохрани Слово терпения моего. Вот также важное послание Слова Господа для нас. Поэтому Его Слово это наше твердыня на самом деле. И это делает возможным для нас ходить по любым штормам. Именно Его Слово «иди», как Он сказал Петру. Об этом великом свете пророк Исаия говорит во втором стихе девятой главы. Он говорит о том, что народ ходящий во тьме, а это значит света нет совсем. Во мраке. Народ во мраке увидит великий свет. Произойдёт столкновение, соприкосновение и соединение народа его с великим светом. На живущих в стране смертной тени свет воссияет. В некоторых из наших стран сейчас разворачиваются такие планы и в России надвигается там по полной программе. Да и уже. Да и уже. И во многих других странах. это знаете как для живых людей, для трезвых людей это действительно выглядит как смертная тьма, как смертная тень, которая надвигается. И всё, что сейчас происходит, это только ещё так, знаете, эксперимент, подготовка, репетиция, как хотите назовите. Но это для нас время и возможность тренировки, хождения в Божьей вере и несогласия и бескомпромиссности в отношении дел тьмы. тьмы предыдущие годы Господь столько давал говорить о том, что очень важно избавиться от всяческого компромисса в наших жизнях и всяческой вавилонской закваски. Потому что в этом сезоне всё это будет использовано врагом для того, чтобы ещё больше сделать зависимыми от системы Вавилона, от системы мира. А нам наоборот должно восходить в свободу Иисуса Христа и переживать Его избавление. Входить в наш последний исход, великий исход из тьмы в Его чудный свет. И вот о нас Господь говорит, что в это время, во время вот этой умножающейся темноты и сгущающегося мрака, в это время, дорогие, мы увидим великий свет. Не просто у нас будет светильник. А Господь говорит, великий свет вы увидите. Великий свет зайдёт над вами. Слава Господу! Вот кто-то пишет, приходит жажда по слову и сидит у его ног. Слава Иисус! Слава Иисус! Это самое важное. Великий свет, дорогие, вот наше наследие, вот наша перспектива. Великий свет да воссияет над нами. Подумайте о том, если над народом Божьим воссияет великий свет, сможет ли быть, поразмышляем сейчас, сможет ли оставаться тьма тьмой, когда над нами воссияет великий свет? Сможет ли оставаться тьма повсюду, если над нами свет воссияет? Конечно, нет. Самое тёмное место, куда приходит свет, хотя бы один источник света, даже не самый небольшой, он уже рассеивает тьму на определенной территории. Но Бог говорит не о светильнике, Бог говорит здесь о великом свете, о явлении его, как света, того света, с которым столкнулся Саввел по дороге в Дамаск. Свет, от которого не могли смотреть на Моисея, хотя это был уходящий свет, уменьшающийся, проходящий. И Господь говорит, не гораздо ли больше должно быть славно служению Духа, если служение буквы было такое. Вот наша перспектива. Великий свет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобой, как веселяться во время жатвы. Дорогие, наша радость наше счастье, полнота наша никогда не должна была зависеть и не будет зависеть от обстоятельств мира. Наша полнота, наше счастье, наша радость, наше наслаждение, наша насыщенность, уточненность, как говорит Писание, что вы будете как тельцы упитанные, зависит не от условий мира, и не от того, что в мире хорошо, поэтому нам будет сладко. Ну-ну-ну, ну-ну-ну. Наше благоденствие зависит от того, как много мы имеем Бога. Бог ли с нами? С нами ли Бог? И однажды Господь сказал мне, слово пришло мне во сне и увидит царь на выходе носа, что Бог царствует среди народа своего. Мир увидит, что Бог царствует среди народа своего, когда его свет явится над нами в самое темное время. Мы зависим от него и живем только им. Для нас нет истинного света в мире. и какой свет и был в мире, это были искусственные источники. Теперь же лавочка прикрывается, искусственные источники закрываются. И этому должно быть. Этому должно быть, потому что истинный Божий свет должен стать для нас всем родные, всем, всем, да будет так, Господи, я этого хочу. Я первая, кто этого хочу. Кто-то пишет, слышит благоухание роз. Я говорю кто-то, дорогие, потому что я действительно не вижу имен, если я не листаю, но у меня отображаются некоторые комментарии. И кто-то написал, что ощущает сейчас физически благоухание роз. Чудесно. Спасибо Ишуа. Это благоухание его любви. Это проявление его славы. Вы можете слышать ароматы прямо сейчас. Это могут быть ароматы сладостей Божьей, цветов, ладана. это ароматы небес, которые просачиваются сейчас в Божьем пребывании. Иисус с нами. И Господь говорит, вы возвеселитесь, как во времена жатвы от явления этого света. И в то время вы возвеселитесь, как во времена жатвы. А этот свет явился нам уже вешула. Поэтому мы уже в это восходим, дорогие. Как объяснить, кто из вас не имел никакого опыта с садоводством, огородничеством, земледелием, управлением землей, то вам тяжело понять, что такое радость жатвы. но те, кто имели с этим дело, понимают, и я скажу вам, что когда ты готовишь почву, когда ты готовишься к посевному сезону, потом посевной сезон, посадки, потом ты за этим ухаживаешь несколько месяцев, и все это делаешь только верой, что все это принесет плод. Это то, о чем слово говорит сеющие со слезами. Это о любом сеющем, потому что это труд, труд и труд. Но есть упование и радость. Когда я что-то сажаю в своем саду, или когда я что-то высеваю, сажаю на своих грядках, я уже радуюсь, как получившая великую прибыль, потому что я уже предвкушаю эти плоды, я уже вижу их, вот это вера, и я уже принимаю их, я уже благодарю Господа за это, хотя я еще только сею, и еще дождь даже не излился на мои семена. Но когда приходит жатва, и когда ты собираешь плоды земли, которые дарует Господь, после долгого сезона, больше порой, чем несколько месяцев, когда ты только вкладывал, 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 трудился, ухаживал, заботился, ждал, даже ждать это тоже нужно уметь, ждать и верить, что все получится, что никто там его не пожрет, вкладывал, то когда ты получаешь эти плоды, это радость несравнимая с той радостью, которая давала тебе Вера. Это такой прилив радости и такое благодарение в радости и счастье. Казалось бы, ты можешь пойти это купить на рынке, но нет, это вообще не то. Кто это не делал, меня не поймет. Но кстати, я верю, что очень многих сейчас, я знаю в духе, многих сейчас Господь призывать будет и уже призывает многих, призывает на землю. И не смущайтесь этим мыслям, если для вас это даже новое, незнакомое. Я вернулась на землю, я выросла на земле. Но есть люди, я знаю, что не имели дела с землей, но кого-то и многих сейчас в теле Господь призывает на землю, управлять землей, в каком-то месте. Призывает в земледелие, серьезно говорю вам, и кого-то это смущало, что такое, никогда с кем не имел дела, жить в доме, всем этим заниматься. Не смущайтесь, если у вас есть такие святые побуждения, это побуждение от Господа. Молитесь, спрашивайте Господа, спрашивайте Его стратегии, куда, что, как. В это время нужно только так, дорогие. Нужно быть там, где вас видит Бог, это самое лучшее безопасное решение. Но это так, отступление. Так, смотри, вы пишете, что умиление прошло, слава Богу, слава Богу. Да, вот, кто-то меня понимает. Поэтому Господь говорит, что вы будете так радоваться, как радуются во время жатвы. Это изобилие радости, это счастье. Когда ты видишь уже плоды, что те обетования, которые ждали, ждали, верили, стояли в вере об этом. И вот они исполнились. Как радуются при разделе добычи, получившие добычу. радости, радости, Потому что ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, наш, то есть, ты сокрушишь, как в день и диамет. Сегодня утром, когда я ожидала Господа для нас и спрашивала его о слове для нас, что высвободит на своей странице, я верю, получил от Господа это слово, что Божья рука уже возвышена, и Бог поднял свою руку над вами, чтобы сокрушить это тяготившее, порабощающее ярмо и жезл притеснителя. И поэтому я высвобождаю это слово от него, что жезл притеснителя, трость притеснителя, которое порабощало, тяготило, угнетало, Господь это сокрушает над вашей жизнью во имя Ишуа. Пусть это действие Господа будет явлено и высвобождено в вашу жизнь во имя Господа Иисуса. И мы подходим к самому важному, дорогие. Это все еще только мы подходим. Но я хочу пойти. Вот в пятом стихе говорится о том, что и одежда воина, и обувь воина, в которой была пройдена война, все это будет пожрано огнем, все это будет уже уничтожено. И я хочу пойти с вами в шестой седьмой стих. Послушайте. И он о том, когда это будет. Услышьте. О том, когда это будет и по какой причине это будет. я сейчас провозвестницу свою приглашу. у меня получится еще второй раз. Мне нужна она еще для иллюстрации. Пусть послужит. Пойдешь ко мне. Давай. Ты нужна для дела Божьего. Пойдем, 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 пойдем. Давай. Служи Господу уже от всей души твоей. Добросовестно уже усердно до конца здесь вне восседай. Вот, замечательно, молодец. Так, почему и по какой причине? А мы здесь? Да, на месте все хорошо. Чудесное украшение, да? Дорогие, по какой причине и почему? Это то, во что мы восходим. И когда мы в это восходим? Ибо младенец родился нам. Сын дан нам. Возьмите это сейчас. Сын нам уже дан. Он не будет нам дан когда-то. Он не будет нам дан, когда Господь придет на землю снова. Сын уже дан нам. И поэтому вопрос времени уже исполнился. Вопрос времени уже решен. Это уже состоялось. Сын уже дан нам. И поэтому в это обетование, дорогие, мы уже восходим. и призваны вкусить это во всей полноте. Нам дан сын, на раменах которого владычество. И нарекут имя ему чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа делает это. Вы все, родные, прекрасно знаете это писание, но я хочу, чтобы мы начали это познавать в измерении Духа Откровения, который дан нам по благодати Божьей сейчас. Идет речь о правлении Господа, о владычестве Господа, которое дается нам в нем. Нам нужно понять в этом сезоне, дорогие, что Господь владыка, владычество, dominion, government, правление на его раменах. И это владычество действует и является во всех сферах Земли и небес. И нам предстоит познать это, как практически это выглядит и в чем это заключается на практическом уровне в земном измерении. Исайя говорит от Господа, что ему имя чудный. И как мы уже с вами рассматривали, что на греческом, если не ошибаюсь, на греческом, вот это слово, которое здесь, оно обозначает чудотворец, потому что, когда мы слышим чудный, это для нас это означает немножко другие вещи. Но чудотворец чудотворная сила Господа. И речь идет о владычестве Господа как чудотворца. Это все о том, кто дан нам. Христос вас надежда славы. Это все о том, что есть в нас. Господь чудотворец. И таким ему должно раскрыться. И владычество Господа в гранях, функциях и в природе чудотворца нам предстоит познать и явить. Что это означает? Владычество Иисуса как чудотворца. Бог создал все творение. Это чудотворное природа, функция, действие и сила Господа. Бог созидит все и сейчас. И как мы уже с вами смотрели, все существующее только им и стоит. и только в соединении с Ним и существует. И Он продолжает творить и созидать. В нас же должна открыться сила чудотворения Господа и явиться через это Его владычество. Владычество Его над немощами, владычество Его над болезнями, владычество Его над недостатками физическими, Его владычество над физическими стихиями мира, Его владычество над физическим, материальным измерением Земли. Это Его владычество как чудотворца, которое откроется в грядущее время для нас. И мы в этом призваны и будем ходить. и сейчас мы должны это смотреть, потому что, как мы уже с вами смотрели, мы должны начать это видеть. Видеть, чтобы в это входить, чтобы в этом ходить и чтобы это явить. Аллилуйя! Это означает, что Господь как чудотворец открывается в нас, чтобы принести и явить свою власть над всем физическим измерением. И это означает, что нет ничего невозможного, связанного с материальным миром. И Ешуа владыка и Ешуа как владыка в грани чудотворца являет в том числе преодоление любых физических аспектов. Он владычествует над физическими законами, и он создал эти законы. Но он как владыка выше этих законов. И его царство, и его законы выше физических законов. Поэтому явление владычества Господа как чудотворца проявляется и будет все более и более проявляться по мере того, как мы будем вкушать эту грань Господа в нас и через нас и на земле в том, чтобы творить, производить, созидать вещи вне и свыше физических законов и ограничений. Как созидается новый внутренний орган у человека. когда приходит новая печень с небес — это сила чудотворения. Когда отсутствующий глаз вырастает заново — это чудотворение. когда рука, вырванная с плечом, рука, которая была у мужчины вырванная на железной дороге или на заводе, вырванная с плечом, и во время пробуждения на Азузо-стрит выросла вся рука вплоть до ногтей. Это чудотворение. Это сила чудотворения. И это проявление владычества Господа над материей. Понимаете, о чем я говорю? Это проявление правления превосходства. Вот доминион превосходства. Превосходной власти Господа над физическим творением. Это на примере частей тела. когда отец забирал пророка Илию в вихре своем в небесную обитель прямо с земли. Это было проявление владычества Иешуа над физическим измерением. И поэтому Илие не нужно было физически умереть, чтобы перейти в вечность. Он был забран физически. Он был преображен в огненной колеснице. И нам, о Боже, нужна эта колесница и познать эту колесницу. Он преодолел эта колесница, этот вихрь славы Господней, который забрал Илию, преодолел ограничение физического тела Илии. поглощенный славой он был преображен. Ограничение земного состояния тела было преодолено явлением правления владыки как чудотворца во владычестве над материей и физическим телом. Его тело изменилось и было принято в славу небес. также владычество над материей и физическим измерением здесь было проявлено в том, что преграда, которая есть над землей, ракия, о которой говорит слово Божье, для тех, кто понимает, о чем говорит слово Божье в этом аспекте. Земля покрыта ракией, куполом, который никто не мог преодолеть и никто не преодолевал, чтобы летать в какие-то далекие космосы. Они их ядерными взрывами пытались его разбить, но не получилось. Мы под покровом Божьим на Земле. И это преграда, которую никто не мог преодолеть. И я верю и уверена, что лгали множество лет нам об этом. Никто эту преграду не мог преодолеть, потому что только один путь, только один путь, и это Иисус. Только один путь с земли на небо, это Иисус. Эта колесница и вихрь славы, в которой она была захвачена с пророком Ильей, прошла свободна на небеса. Это также проявление владычества Господа над материей. Никаких проблем нет у Бога, чтобы взять сегодня тебя и переместить в теле на небеса. Проблема никогда не в нем. Просто нам нужно еще понять, кто мы, где мы, что мы, и приблизиться к Господу, соединиться с ним. Также правление здесь власти Господа как чудотворца над материей и физическим измерением проявилось в том, что это было явление правления над смертью. В процессе перехода Ильи из земного измерения в небесное не было ни одного участия в смерти. Это явление Господа и его правление над смертью. Понимаете, вот о чем речь. И он, этот чудотворец, который есть в нас, упование его славы. Аллилуйя. В этих именах Господа, которые озвучивают для нас сквозь века пророки Исаия, можно заходить в каждое из этих имен, как в портал в бездну и очень много познавать и смотреть Господа и соприкасаться с Господом там и ходить на глубины этого слова в каждом из этих именах. И можно было бы долго это рассматривать и говорить об этом. Но я хочу коснуться также его грани, как Отца Вечности. Обратите внимание речи Сыне и Он Отец Вечности. И Господь наш был заклан до творения мира, до создания мира. Он уже был заклан за нас. Он Отец Вечности. И здесь мы с вами можем вкушать и познавать и входить в Господство Иисуса Христа над измерением времени. А это означает, что время ограничения и рамки измерения времени должны подчиниться господству и правлению Иисуса Христа, который является Отцом Вечности. Вечность доминирует над измерением времени. Как Бог вотседает над землей, так Вечность доминирует над земным измерением времени. Познавая Господа как Владыку над временем, как Отца Вечности и Источника Вечности, Владыку Вечности, который доминирует над измерением земного времени. Как вы думаете, в чем мы начнем ходить с вами, когда мы это познаем? Подумайте об этом, поразмышляйте сами с Духом Святым. И если соединить эти две вещи вместе, то и происходит это понимание и откровение, что совершает на самом деле этот вихрь Божий и славы, который способен переносить нас без всяких условий, кроме Него самого, из земного измерения в небесное, из физического времени во время Вечности. Бог живет во времени, но это время другое, это Божие время, это время славы, о которой сказал нам Господь. это Его время, это измерение вечности. И это, дорогие, больше наше местожительство, чем то, где ходят сейчас наши с вами ноги физически. Познавая Господа как Господина Времени, мы начинаем ходить в измерении превосходства над временем и превосходства над всеми характеристиками земного измерения времени. уловили превосходства над всеми характеристиками земного времени. Да познаем же мы это. Даруй нам Господь вкусить познать тебя как Господина над временем, как Владыку Вечности, как Отца Вечности. Даруй нам познать тебя, вкусить тебя таким, познать тебя таким, познать твое господство над временем в нас. И да будем мы увлечены Святым Духом в познание тебя как такового. Да будем мы научаемы Господом, чтобы восходить в это большее откровение тебя и познавать тебя таким, каков ты есть, чтобы и нам самим явиться в славе твоей, узрив тебя таким, какой-то есть. Даруй нам Господь познать тебя как владыку, как господина над материальным измерением и над всеми характеристиками, субстанциями, законами, ограничениями, свойствами, функциями и действиями материального измерения и материи. Даруй нам вкусить тебя как великого чудо-творца, который господствует и владычествует над материальным миром, подчиняя все себе. И земное призвано подчиниться и покориться небесному и соединиться с ней. Но как пустота соединяюсь с водой. Не пустота поглощает воду, а вода поглощает пустоту и занимает пустое место полностью. Так ты, Господь, так ты, владыка, господин, так царство твое. Превосходящее, доминирующее, заполнит, поглотит, трансформирует, преобразит земное и соединит земное с небесным путем этого поглощения. Научай нас, как твое тело на земле, как твоих сыновей и дочерей, ходить в этих гранях откровения тебя. Поднимай нас в этом. Дай нам познать также тебя, как господина всякой мудрости, всякой премудрости. Пусть твой совет пребывает на нас во всем. Пусть твой совет твоя премудрость и дух премудрости да почует твоя премудрость на нас. и сила твоя как бога крепкого, как господина крепкого, как господина всякой силы, как владыки над всякой силой. Твоя сила превосходящая, твоя сила доминирующая над всякой силой в земном измерении. Твое имя Ишуа превознесено над всякой властью, над всяким начальством и над всяким именем на небесах и на земле. Умножению владычества твоего и мира нет предела в твоем царстве. Научи нас, Господи, восходить практически, практически в своем разумении, в своей душе, в своей практической ежедневной жизни, восходить в понимании и познании твоего умножающегося владычества, господства и предела и правления. которому, умножению которого нет никакого предела. Умножению господства Господа, написанном в 9 стихе, нет никакого предела, нет ограничений для умножения его владычества, нет ограничений для проявления и умножения его царства в нас и через нас. Нет предела. для него нет какой-то рамки, которую вы можете себе представить. Если вы в своей жизни, и мы часто еще имеем несовершенство в своем мышлении, из-за того, что не имеем познания Бога как такового господина, из-за отсутствия этого познания Бога таковыми, из-за отсутствия глубины познания этого откровения, мы имеем несовершенство в своем мышлении, не можем думать, что-то для меня невозможно. И мы объясняем это всегда по этой, по этой причине. Например, что-то для меня невозможно, кто-то скажет в моем возрасте. Вот мне 45, поэтому вот это, вот это, вот это для меня уже невозможно. Дорогие, давайте будем менять мышление. Если мы так мыслим, это значит, мы не познали Бога как Господина времени, материи, силы. Мы не познали. Мы не познали и на самом деле еще не знали и не вкусили и не имеем глубокого откровения о том, что умножению Его владычества вообще нет предела. И здесь нам нужно увидеть, что, во-первых, Его господство и владычество умножается, оно призвано умножаться, и ты, дорогой брат, и ты, моя дорогая сестра, призван не ходить таким, каким ты был вчера, а завтра ты уже призван быть другим, поэтому не говори мне о том, что было вчера. Не говори мне о том, что было вчера. Растирайся вперед. Мы призваны от славы в славу восходить. Не останавливаемся на познанном, на достигнутом, на осуществленном, наявленном в нас. Мы смотрим вперед. Да, мы благодарны за все, что было, и за все, что у нас есть, но мы восходим дальше. Если умножению, владычество, Господа нет предела, есть ли что невозможное для Него в нас и для нас в нем? в нем? Нет. Нам нужно это познать, чтобы в этом ходить. Аллилуйя! Аллилуйя! Поэтому да поможет нам Господь в том, чтобы мы на самом деле покорили себя Ему, чтобы Его владычество и правление, и господство в нас самих умножилось. Ровно по той степени и по той мере, как Господь, как Господин, как Владыка явится в нас, то есть вот ровно настолько, насколько мы покоримся Богу, как Господину, как Владыке в нас самих, ровно настолько мы сможем познать Его владычество и господство проявляющимся через нас. Аллилуйя! Да будет же владычество Твое, Господи, умножено в теле Твоем, да будет же правление Твое поднято среди нас, да будет же владычество Твое умножено в наших душах, да будет же исторгнуто из нас всякое своеволие, всякая гордыня, дела плоти, дела смерти, пусть твой свет осветит всякую нашу тьму, пусть твой свет осветит всякую нашу грань и измерение наших личностей и лично каждого и вместе глобально как тело, чтобы мы преображались, чтобы мы возрастали в Тебе и все более и более восходили в Твое превосходное и превосходящее все земном измерении, состояние и положение. Да будет так во имя Иисуса Христа из Назарета. Аминь. Аминь. Ну что ж, возлюбленные Божьи, на сегодня я думаю все. Мы вам с бабочкой послужили, верю, что вы благословлены и пусть это слово и дух этого слова и послание, ибо я вижу многие пишут из вас, что вы переживаете с Господом сейчас определенные вещи чудесно, слава Богу. Пусть это помазание, преображение, метаморфозы глубинной, радикальной, тотальной умножится в вас, чтобы Христос отобразился каждым из нас более и более и более. слава Иисусу. И, кстати, что я еще не сказала об этом знамении посредством бабочек, которая явлена Господом для нас, это пророческое знамение, в нем еще содержится одна грань, связанная с силами воскресения. Все это об одном, видите, оно все в одном духе, в одном послании, в одном ключе. это сила воскресения. Дух, которым Отец воскресил Христа из мертвых, живет в нас. И даже сам павлин, павлиний глаз, он символизирует воскресение. Насколько я знаю, даже, по-моему, когда что-то с павлином случается, даже его плоть не подвержена настолько гниению, как плод какого-либо другого животного. И в частности, в связи с этим, он является таким прообразом воскресения, как бы, победы жизни над смертью. И это Иешуа наш, Господь, победитель над смертью. Пусть же Он просветит очи наши, дабы нам познать богатство, наследие Его в нас. И так же, как эта бабочка покрыта очами, как те чудесные, сверхъестественные сущности и личности у престола Божьего. Так пусть это всевидящее Око Господа. Это Его природа, как всевидящего. Даже то, чему еще должно только проявиться в земном измерении. Пусть это будет раскрыто на нас, дабы нам начать видеть и тем самым приносить то, что возвещают Его Серафимы, Херувимы и все поклоняющиеся Его престола, Его святость и что вся земля наполнена Его славой. Да увидим мы это и познаем мы это и взойдем в это измерение и в это время, время Божьей славы. Во имя Ишоа Машия. Амэн. Благословений вам с миром Божьим. Машия.